МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как вид транспорта? Насколько он популярен в России, в нашем городе? В Европе все-таки этот вид транспорта более популярен, чем в нашей стране? Вот как вы считаете, почему? Здесь сказывается первый момент, что был у нас такой провальный 90-е, 2000-е, когда у людей не было денег, и в первую очередь, конечно, хочется иметь крышу над головой, дом, поесть. Вторую, там, машина опять с крышей над головой, и уже в дальнейшем это скутер. Поэтому складывалось отсутствие денежных средств. Второе, что все-таки у нас климат несколько более суровый, и период использования солнечных дней их гораздо меньше, чем хотелось бы. Хочется, конечно, солнышко и ясной погоды. А скутер – это, конечно, в первую очередь для хорошей погоды. И в Европе все-таки стараются внимательнее относиться и к экологии, это в рамках народной культуры. И я это называю сейчас и продвигаю как мотокультура. И это многосторонняя, многогранная вещь, которую мы продвигаем. И, собственно, все, которое мы делаем, и рекламу, и наши движения в компании, они направлены не на то, чтобы конкурентно как-то отбить у кого-то клиентов, а кому-то как-то втюхать товар. Имеется в виду, что мы расширяем рынок скутеров, мы продвигаем это в массы, и мы показываем эту свою мотокультуру, как бы она должна в идеале выглядеть. У нас не такие хорошие дороги, как хотелось бы. У нас не такие хорошие и парковочные места, и знаки, и правила дорожного движения. Но вместе с тем все равно люди пользуются спросом. И если немцы говорят, что у них на одного человека приходится один автомобиль, точно так же приходится одна единица мото- или велотехники, то в России мы пока что ведем расчеты на сотню. То есть на 100 жителей один мотоцикл или скутер. Все-таки это удобно, но и как немцы умеют считать деньги, это экономично. Есть ценности, есть и цена бензина, есть и потраченное время в пробках. Поэтому все-таки люди покупают и это ценят. Сейчас, на сегодняшний момент, все-таки мы переходим в новую стадию. Я считаю, что это отличная стадия. Я давно это ждал, это введение водительских прав. То есть на скутер введут на следующий год водительские права, и мы, соответственно, будем продавать уже скутеры именно покупателям, которые будут обладать либо водительскими правами, либо желанием получить эти водительские права. Так как все-таки на дорогах творится безобразие иногда с этими скутерами, и это упорядочит некоторые моменты. Но в целом закон еще до конца не принят в ряде нормативных актов, которые должны будут еще как-то разграничить все-таки простецкие электрические детские машинки, детские велосипеды и скутер. Что вот этой пока грани нету. Я надеюсь, она появится в ближайшее время и будет уже четко, уже понятно, кому нужны права, кому не нужны права. Но на сегодняшний момент мы все-таки и сами, получается, регистрируем скутеры у себя. То есть каждого заносим базу данных, возраст, фамилия, паспортные данные, адрес, телефон, номер рамы, номер двигателя. И мы сами же выдаем правила вождения скутера, мы сами же на месте консультируем, объясняем, как, конечно же, лицам моложе 16 лет мы не продаем, чтобы, но все-таки чаще просто эти лица сами понимают, либо у них нет денег, либо они понимают, что им не продадут, и они идут либо боятся, что им втюхают что-то не то, идут с родителем. И тут уже, ну, на смотрение родителей, как бы, ну, некоторые родители считают, по принципу, наверное, Порфирь Иванова, если ты природе нужен, она тебя сохранит. И, естественно, отбор, конечно, подаренный никто не отменял, но некоторых детей реально жалко. И в том числе, то есть мы для продвижения вот этой мото-культуры организовали и прокат скутеров с тем, чтобы люди могли попробовать, вообще нужно им это, не нужно, для чего это. И приезжают, ну, в момент вот этого проба, так называемого тест-драйва, этот тест-драйв зачастую заканчивается краш-тестом. То есть они падают куда-то, добываются и понимают, что не-не-не, все, это не мое. К счастью, конечно, это пострадало не их имущество, мы стараемся это имущество дешево, быстренько подсобрать, латать и опять дальше дать. Но велосипедами, конечно, больше пользуются популярностью. И на сегодняшний момент все-таки велосипеды, я бы сказал, ну, в разы предпочитают у нас, то есть это все-таки нагрузка на ноги и на дыхание, но это и экономичнее, и проще. И те множество курортных поселков, которые строят вокруг Рязани, то есть они именно предрасполагают передвижению вокруг этого поселка от магазина к магазину, к речке на велосипедах. И надо отметить, что некоторые люди в возрасте как-то побаиваются велосипедов, я заметил, что не хватает дыхания, сердце продыхнуть не, вот когда крутишь педали. Я хотел бы порекомендовать покупать электрические одновременно, чтобы если уже что-то не хватает дыхания, можно помочь себе хитрить, помочь себе электрическим. В связи с тем, что в скором времени ведут права, да, на все виды скутеров, вы не боитесь уменьшения спроса? Ну, спрос, я бы сказал, что немного сейчас упал на скутеры, да, и я думаю, что он на следующий год, когда права начнут действительно действовать, он еще немного упадет, но одновременно мы увидели, что люди просто уже думают, что если ведут права, то зачем мне покупать этот маленький скутер, я лучше себе куплю побольше скутера или мотоцикл. Поэтому у нас увеличился спрос на мотоциклы, и в том числе увеличился спрос на велосипеды. Поэтому вот люди как-то разошлись на велосипеды и мотоциклы, и мы совершенно на сегодняшний момент пока что не чувствуем падения продаж. Но я еще складываюсь с тем, что люди побаиваются наших законов, но новшеств, ну, все новое, оно, конечно, все это страшит. И когда будет уже все понятно, на следующий год все разберутся, то через год уже, соответственно, все опять пойдет выше и выше. Скажите, вот если кто-нибудь из наших телезрителей вдруг решит приобрести скутер, на что нужно обращать внимание при покупке? У японцев есть такое понятие – любование собственным оружием. Ритуал никогда не сделает им себе этим мечом характери. У него висит на стенке, и он на него смотрит и любуется. То есть в разных странах есть такие же подобные ситуации. Что-то вот вешают, где-то вешают ружье, и не обязательно он кого-то когда-нибудь убьет им, но он любуется, и оно ему приносит, естественно, удовольствие. И выбирая скутер, как гаджет, как любимую женщину, то есть увидел, если нравится, надо брать. Но вот бывает, что вот все против, но он нравится. И поэтому здесь важны, конечно, эмоции, и насколько он нравится, и все остальное, если будут какие-то в нем и недочеты, что-то, они уже будут вторичные. А если чуть-чуть отойти все-таки от эмоций и практично подходить к этой вещи, то, конечно, просто посмотреть, все-таки я его буду эксплуатировать по пересеченной местности, либо все-таки я его по городу. То есть по городу достаточно небольшие колеса, достаточно все-таки ровный асфальт, и он, скажем, год у нас все-таки в городе латает ямы. Не без помощи и вашей программы, видел ваши репортажи о том, что какие творятся безобразия где-то, но исправляются. И на скутере, конечно, с маленькими колесами это особо ощутимо. И если целиком приходится ездить по городу, то так уже зад наминаешь. Но если по пересеченной местности, то это все-таки, да, большие колеса, но он, соответственно, становится более громоздкий. И если же это все-таки перемещение на далекие расстояния, я бы сказал, ну, больше 20 километров, то на скорости, там, 40-60 километров в час это будет сделать достаточно долго, монотонно ехать. То есть если мы подразумеваем, что нужно ехать куда-то там больше 20 километров, то лучше брать уже и с большими колесами, и с большей кубатурой. Ну и у скутеров, которые больше объем двигателя, больше мощности, у них всегда больше и запас прочности. Спасибо большое за интересную беседу, полезные советы. Я думаю, что наши зрители обязательно прислушиваются к ним и, может быть, захотят купить себе именно скутер. Ну а на этом мы с вами прощаемся и увидимся с вами в новых выпусках. Редактор субтитров А.Семкин